Что значит вот этот текст Тава Катхамрита? По крайней мере, Вишаначи говорит, что два значения говорит. Ну, так, чтобы мы имели представление. Одно значение. Окей, очень... Бурья Даджанага — это такие возвышенные люди, которые несут это послание Кришна, это Кришна Катху, которая Амрита. Они такие возвышенные, все несут и освобождают людей, дают эту Амриту, лечат людей таким образом. И второе значение вообще, они просто убивают людей. Они просто, это самые жуткие, самые жестокие люди, которые несут Кришну Катху вокруг. Потому что, смотрите, что случается с людьми, которым дали Кришну Катху правильно. Они же сходят с ума, они бросают своих семей. Бросили кого? Пати — супруга, сута детей, сута Анвая и других родственников. Братер, братьев, Бандаван, всех, кто с ними связан. Представляете, и все это Ати-Вилангит. Ати-Вилангит — это просто выборщик. Представляете, мама родная. Это вот эти садисты делают, вот эти Кришна-рассказчики. Представляете? Они делают так, что люди сходят и с уходят с ума, приезжают во Вриданг и живут как птицы просто. Просто побираются. Подаяние просят. Вместо того, чтобы жить нормально в материальном мире, работать, иметь зарплату, кушать нормальные с тарелки, они просто непонятно, как живут. Вот посмотри, вот еле ходят, есть нечего там, одет как вообще. Все жутко. А кто о нем позаботится? А вот просто почему он так с ним это произошло? Потому что кто-то, какой-то негодяй рассказал ему о Кришне. Представляете? Поэтому пока вы меня не залезли, мне надо от вас сейчас сбежать. Потому что рассказы о Кришне, это приведет к тому, что вы все бросите и будете просто нищими прошайками. Прошайками премы. Прем-дэ-гей. 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 Дайте прем-дэ-гей. Все. Поэтому два значения. Ну это просто как вот игра слов. А если идти именно гопи объясняют, то это вообще, конечно. То есть какая гопи, как будет говорить? Одна ехидна будет говорить. Ну которая так да. Вот такой Кришна. Другая очень смирена. Допустим, мриду. Мриду. Есть это... Ну делятся еще гопи. Там разные деления. И одно из делений на три категории. Мриду. Это такие мягкие, нежные гопи. Которые просто чуть что сразу плачут. Ну Кришна как бы... Кришна обидит и что сделаешь? Ну просто... Ну остается только плакать и все. Если Кришна то же самое сделает с противоположностью к этому, Прагалба, как Лолита. Лолита что сделает? Плакать не будет. Так Кришне скажет, что мало не покажется. И есть посередине. Мадья. Это Шиматирадрани. Вот такая категория. Которые... Когда Лолита ее... Скажет, ты должна держать ман. А сама она внутри хочет в этот момент встретиться с Кришной. И как бы... Сердце ее тает. Но она слушает Лолиту и проявляет в нее. И говорит, Джахи Кешева, Джахи Мадова. Уходи, Кеша, уходи, Мадова. Уходи. Чего ты сюда пришел? И с издевкой начинает рассказывать, как он пришел. Пришел, да? А, какие у тебя замечательные следы на теле. Следы полумесяца. Когда Расика Бакта видит месяц там, особенно здесь вот в Индии, в южных широтах, то месяц здесь лежит. Не так вот, а вот так вот. Это царапины. Такие отпечатки, царапины. То есть можно такой вот. И пришел Кришна с такими отпечатками. Пришел, что у него здесь грудная помада. В волосах кункума. С гопи. С груди какой-то гопи. И что? И как это принять? Джахи Кеша, Джахи Маду. Уходи, Кеша, уходи, Маду. И когда Кеша Маду уходит, что эта гопи чувствует? Боль, разлуку, как, ну, переживания. Потому что все счастье это доставить Кришне удовольствие. Она думает, ну как, Кришна, а теперь Кришна без меня. И как? А, вот чувства. Но одновременно, почему она это сделала? Именно для того, чтобы Кришна был счастлив. То есть она проявила эти чувства, чтобы в любви, когда тебе что-то к возлюбленному не подойти, то ты должен из себя достать самое лучшее. Не просто так, вот давайте споем. Я говорю, послушал, да, спой. И он взял и просто начал петь. Нет. Это должен достать самое лучшее из сердца в этот момент. То есть если мы живем здесь сейчас, если прямо означает, что приблизиться к этому, это здесь сейчас. Я должен достать самое лучшее из сердца. Прямо здесь. Потому что в следующий момент ты можешь не выйти. В следующий момент ты наступишь на колючку или комар сегодня укусит и завтра помрешь. Или вообще прямо сегодня, коллега, два часа достаточно, чтобы помереть. Вот как со мной было. Пару часов и ты оставляешь тело. С момента заболевания. И все, и ничего. Зачем шутить? Нужно сейчас из сердца достать. Прямо здесь, сейчас. Без всяких шуток, серьезных. Достать из сердца. Все, что можно. Самое мощное, самое лучшее достать из сердца. Поэтому Кришна, как возлюбленный, он самое лучшее доставит. Приходит в Шаматирдане и доставит самое лучшее, чтобы прервать ее ман, прервать ее это настроение. И так как Шаматирдане с помощью вот этого мана позволило Кришне достать самое лучшее. Потому что кто испытывает счастье от того, что произошло вот это самое лучшее, от Достана, да? Вытащили на свет самую лучшую эмоцию, да? Кто от этого выигрывает? Оба. Оба. Кришна сам выиграет от этого. Потому что, представляешь, тебя заставили достать из себя. И ты сам ахнул. Вот это я выдал. Я же так могу подойти и обнять. Реально обнять. Не просто официально обнять. Не просто как-то. Или там, ну, тепло, там, ладно. А могу так обнять, что просто мне же от этого гусь просто вынесет. Поклониться, длинноват могу сделать. Могу просто поклониться. Могу как упражнение сделать. Могу еще как-то сделать. А могу так поклониться. Кто от этого выиграет. Если я с такой эмоцией поклонюсь. Кто от этого выиграет. Все, кто даже увидит. Вдохновятся. Ну, в основном, то, кому это ты делаешь и сам. Если правильно сделаешь. Поэтому не стесняться. Все уж. Ну, приехали сюда. Пускай лучше о нас думать, что мы сумасшедшие. Или там схожи, или кто угодно. Как, что. Если вы это правильно. Если вы именно эмоцию поняли, что все для служения Кришне. Все мои эмоции. То, как я буду падать. Как я буду делать что-то. Это все тебе, Кришна. Все для тебя. Все для тебя. И последствия этого тоже тебе. То есть мне не надо за это наслаждаться. И, о, я теперь буду наслаждаться. Я так дандават сделал, что у меня слезы потекли. Я теперь буду полдня, или месяц, или год вспоминать об этом. И больше ничего не делать. Только наслаждаться тем, что... О, какой я хороший. Тогда как у меня получилось поклониться, что аж там полмокрый стал в храме. И еще все увидели это. Да? Давайте посмотрите. Все. Все опошлил. Все испортил. Потому что следующий момент уже новый. Надо что-то доставать. Шоба. 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 Как? Кришна видит красоту Гопи. И его красота начинает увеличиваться. Потому что, ого, соревнования. Они красивые. Я для них должен быть самым красивым. И у него красота автоматически увеличивается. Они увидят его красоту, что оно увеличивается. Их красота начинает увеличиваться. И Кришнадарский Раджи Гасам пишет, что это соревнование, оно бесконечно. Совершенно бесконечное соревнование. Красота Кришны увеличивается. Красота Гопи увеличивается. А Кришна будет для копия сейчас должен стать еще самой красивой. И самое красивое, это не то, что внешне, знаете, у нее кудря еще она завернулась. Это тоже может быть. Сережка преобразилась. Вот смотрите, красота какая. Давайте сейчас будем просто медитировать. Какая красота может быть. Сережка висит у Кришны, да? Кундала. И она... Кришна, если стоит просто, она висит, да? Не покачивается. А может она просто, если даже Кришна не трясет головой, может она начать покачиваться сама? Ветерок портишь. Ну, что ты все портишь, ветерок? Я же спросил, сама она может или нет? Без ветерка? Может. Почему? Она живая, потому что вся живая. И она живая тоже. Поэтому она как-то хочет подслужить. Она живая? С какого стати она живая вообще? Потому что... Что потому что? Потому что аренда. С какой стати она живая? С какой стати нет? Кто... Шастры, есть подтверждение того, что она живая? Потому что... Он говорит, что... Лебедь, что когда ты полетишь туда и увидишь Кришну, ты скажи его сережкам. Скажи сережкам Кришны, что вы такие... Вы целуете постоянно щеки моего Господина. И вы находитесь рядом с глазами Кришны. И глаза Кришны хотят достать ушей. Потому что... Когда Кришна слышит... Когда нектар вливается... Имени Радха, В уши Кришны, То уши начинают испытывать нектар, И глаза завидуют им. И глаза начинают двигаться туда. И поэтому Кришна лотосные глаза. Потому что... Глаза хотят тоже этого нектара. Потому что больше мы слышим, чем видим. Правильно? Больше через уши у нас нектар попадает, чем через глаза. Через глаза мы много чего не того видим. Поэтому глаза становятся такими лотосными. А еще... Кундала, сережки, прямо здесь находятся у шеи. И они постоянно этот нектар ловят. И плюс они целуют щеки. Но! Это что значит? Скажи им, они тебя ответят. Попроси Господина вашего... Ну, их Господина, чтобы он... Рассказали... Ну, чтобы они... Чтобы сережки рассказали... Кришне, как мы тоскуем по нему. Это что? Это Лолита говорит им. Если я просто прочту на этом уровне, да? Как я читаю. Я подумаю, живые, да? Я могу представить. Ну, да, живые. Но Ачари объясняют. Нет. Одно объяснение. Мы сейчас возьмем просто это для примера. Что... Гопи видят свою любовь отражен во всем. Вот что у тебя есть внутри, то ты видишь. Таким... Таким этот мир. Поэтому они обращаются к неживым объектам. К тучке, венугите там. Ко всему. Живое, неживое, неважно. К веревке там. К флейте. Пустая бамбуковая палочка. Она не живая там, просверленная. Но они обращаются как к живой. Потому что они свою любовь туда. Просто они думают, что все так же любят Кришну, как они. Даже лучше. Вот это вот Мадабаушна. Все любят Кришну больше, чем я. А любить может только сознающий живой существо. А как может у Кришны находиться то, что его не любят? Никак. Если что-то рядом с Кришной, значит оно его любит. Правда? То есть видение преданного такое, что если что-то рядом с Кришной, оно любит Кришну. А у Кришны сережки вот так вот они живые и неживые, живые и неживые. И оба вкуса, какой бы мы ни взяли, или живое и неживое, все равно вкусно. И в обоих случаях можно с ними разговаривать. В одном случае, если ты веришь, что это живое, а в другом, если ты принял настроение Гопи, которые думают, что они обладают прямо, они живые, они действительно вот так происходят. Как тьму это я? С чего начали? Красота-то, что увеличивается и Кришны, и все. А вообще с чего началось-то? С прецедентного соревнования. С Сережкой как она с Гришной? А, Сережка двигается или не двигается, да? Да, темно и можно, только темно и не надо. Потому что, это красота не внешняя, мы бы говорили про то, что мы отходили. Красота не внешняя, но увеличивается. Так и сияние Сережек как она увеличивается. Если он себя взял, все в нем преображается. Как она наносит нос, когда он двигается. Кришна неподвижным очень мало остается. Он не может быть неподвижным. Он постоянно двигается. Он очень непосредливый. Поэтому они двигаются. Я вас должен был понять с Кали тогда. Им трудно замереть. Ему трудно замереть. Поэтому Кали его схватил, чтобы он замер. Два часа. Потому что, но он хотел, чтобы все почувствовали экстаз, разлуки. Это жуть. Предные не хотят ментируть на это. Что кто хотел? Как Кришна, так и издевался. Баларама сказал, хватит издеваться. Кришна, что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Твоя мать в обмороке лежит. Ты что делаешь вообще? Брат, кончай это делаешь. Как Кришна, тогда на Баларампсангу и старший брат говорит. И начал танцевать. Но на самом деле, почему так долго было? Потому что хотел, чтобы увидели, ну то есть пик эмоций, чтобы гопи тоже захватили. Потому что вначале, когда это произошло, все были во вриндавне. И чтобы добежать туда, нужно, чтобы все прочувствовали это, ну узнали, что происходит. Так ведь? Слышно? Чувствуете, да? Что все должны прочувствовать, узнать, что происходит вот это там. Что с Кришной опасности. И там, в Шимадбхага, там, говорит, знамения пошли. Пятеры падают там. Кто там были? Шакалы. Так далее. Трясется у мужчин. Левая. Левая сторона, да? О, с Кришной что-то плохо. И побежали. И гопи тоже побежали. Рупа Гасана описывает, как они бежали. Они бежали и падали. И потом поднимались, опять падали. И те, кто перед ним бежал, они плакали. И поэтому земля стала мокрой. Поэтому те, кто последний бежал, те, кто больше всех падали. А кто больше всех падал, у кого эмоций больше. Если у тебя эмоций больше, ты не можешь вообще двигаться. Застываешь.